31 марта боевики ДНР нанесли массированные огневые удары по позициям сил АТО в районе населённых пунктов Зайцево и Майорска. Как сообщает пресс-центр штаба, из миномётов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли не только позиции украинских военных, но и территорию подконтрольную группировки ДНР. В штабе отмечают, что таким образом незаконные вооружённые формирования хотят дискредитировать украинских военных перед мировым сообществом. В свою очередь группировка ДНР заявляет, что в результате обстрела в северной части оккупированной Горловки пострадали 10 мирных жителей. Среди раненых в районе Бессарабки двое взрослых и двое детей. Повреждены три двухэтажных многоквартирных жилых дома, дворец культуры и паспортный стол. Нарушена работа водовода. 31 марта в Луганской области был открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». На открытии КПВВ присутствовали председатели Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука и начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Сергей Бедыло. «Пропускатись через КПВВ будут лише легковые автомобили-пешеходы, а також за окременным решением будут пропускатись вантажные автомобили с гуманитарным вантажем. В обоих напрямках на въезд и на въезд оформлено и сформировано по шесть смуг для оформления транспортных средств, по одной смуге для оформления граждан в большом порядке, и одна смуга для оформления гуманитарных вантажек. Загалом в контрольном пункте въезда-въезда мы развернули 18 рабочих мест, которые расположены в 10 добротно облаштованных павильонах с кондиционерами, засобами-опаленнями. Вони оснащені сучасними технічними засобами прикордонного контроля». «Чому затягнули? Тому що кілька разів були здійснені провокативні обстріли. Так як під час будівництва приймали участь в роботах, переважна кількість це були цивільні працівники, то звісно, річ, люди відмовлялись працювати, наражаючись на небесприрку. І вони не мали можливості, а не моральні, а не матеріальні, якимось чином премушувати цивільних людей працювати і розвивати власне». Позже стало известно, що боєвики групіровки «ЛНР» не пропустили людей, прошедших, открывшисься сьогодні КПВВ «Золотое». Об этом сообщили председатель Луганской областної военно-гражданської администрації. Прибувшие на место представители ОБСЕ при помощі переговорів «Попытались» открыть блокпост, но боєвики отказались пропускать людей. КПВВ проработал лишь несколько часов. Пункт «Золотое» на дорожном коридоре Стаханов-Золотого горна и Лисичанск в Луганской области, который расположен на расстоянии около 2 км от линии разграничения, был закрыт. Как сообщил Георгий Туга из соображений безопасности. 30 марта в Краматорске состоялось очередное заседание суда по делу сержанта военной службы правопорядка Александра Ружанского, который стал известен благодаря публикациям о дорогостоящей недвижимости сотрудников военной прокуратуры сил антитеррористической операции. Ружанский является обвиняемым в деле о хулиганстве. В Краматорске во внеслужебное время он стал участником конфликта с двумя местными жителями, в одного из которых он выстрелил из травматического пистолета. Обвиняемый утверждает, что он защищался от двух сторонников российской агрессии, которые напали на него на почве неприязни к украинским военным. Суд уже арестовывал Ружанского по этому делу, и он провел в следственном изоляторе несколько месяцев. На прошлом заседании обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. 30 марта на заседание адвокаты потребовали отвода прокуроров, но все три ходатайства были отклонены. После оглашения о решении суда начался опрос свидетеля. По делу Ружанского выступил Николай Ашовский, дежурный следователь Краматорского отделения полиции, который видел драку трех человек и составлял протокол осмотра места происшествия. Ашовский сообщил, что слышал два выстрела, однако на месте была изъята одна гильза. Второго свидетеля опросить не успели. Краматорский городской суд продолжит допрос свидетелей по делу Александра Ружанского 6 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова